Пробивает там на слёзы, волнение какое-то у кого-то. Есть? Вставай. Микрофон есть? Дайте второй микрофон. Раз-раз. Как вас зовут и сколько вам лет? Я Евгения, мне 45. На чём пробивает сейчас? Про что думаешь? Родители. Родители. Мама. А с папой? Папа умер, но всё прекрасно. Папа умер, но всё прекрасно? Ну, я имею в виду, что с папой были хорошие отношения. Хорошие отношения. А с мамой? Ну, всё хорошо, но натянуто. Но? Но натянуто. Натянуто. Сделай вдох глубокий, пожалуйста. Выдыхай. Выдох. Ещё вдох. И выдох. Кого эта тема прям трогает, вы тоже дышите. Вдох. Ещё давай выпускать. Смотрите, буду немножко диагностировать. Поджелудкой чуть трясётся. Это человек, который себя не хвалит. Он не умеет хвалить. Ну, а ты. Вдох ещё. Выдыхай, выплакивай. И ещё. Выдох. Опускай микрофон, дыши. В голос чуть. Смотрите, когда будете плакать, чуть-чуть. Давай. Вспоминай и выпускай. За что ты на неё обижена так? Давай-давай, выплакивай. Хорошо. Выкашляй. У кого кашель, это нормально. Кашляйте, сплёвывайте в салфетку, куда-нибудь убирайте. Потом мы берём. Давай ещё. Давай, выплакивай. Выдох. Ещё. Выдох. Выпускай. Почему на индивидуальных сессиях я выбиваю? Потому что люди всё равно молчат. Выдохни. Потому что нужно немножко, особенно нашим людям, советским, русским, я не знаю, как этот, мы все привыкли, вот дождь идёт, а мы невзирая, да? То есть через колено всё надо выбивать. Желательно двумя ногами пинать и в живот. Выплакивай. Немножко про тебя расскажу, ладно? Ты дыши. Очень много мужской ответственности на себе тащишь. Это тогда, когда идёт перекос в мужскую сторону, в мужскую ответственность. Ты тащишь на себе очень много, там, я не знаю, сколько людей ты содержишь, но, в общем, подыхай. Живёшь за счёт усилий воли не потому, что легко и радостно, а потому, что так надо. Мне надо сегодня жить, мне надо сегодня работать и сегодня вот работа. Люди с такими плечами, да, с такими вот, вот у кого шейный остеохондроз, это люди, которые постоянно спасают кого-то. Это спасатели. Это люди, которые бегут. Я честно здесь... Ага. Это люди, которые догоняют людей и наносят им непоправимую пользу. Это спасатели. И они не спрашивают, нужна тебе помощь или нет, плохо тебе или хорошо. Они просто тебя спасут и ждут благодарности от тебя. Такие люди обычно ожидают, что их будут благодарить и любить в ответ. Но вы этого никогда не дождётесь. Кроме ненависти и неприязни со стороны людей, вы ничего больше не получите. Поэтому каждый раз, когда вы помогаете, подождите, пусть вас хотя бы попросят. Когда вы будете ждать просьбы, вы удивитесь, 98% людей не нуждаются в вашей помощи и они как-то справляются без вас. Глубже. И выдыхать через рот. Рассказывай, что с мамой у тебя. Конфликт какой? Словесного конфликта нету. Мы друг другу никогда ничего не высказывали. Не высказываете? Нет. Я себе этого не позволяю. Обидеть маму. Вы вместе живёте или что, не понятно? Ну, живем вместе. Сейчас не живём вместе, но в любом случае мама всегда права. Сейчас очень популярное такое слово «сепарация». Слышали, да? Это отрыв от родителей. Им очень важно оторваться от родителей в раннем возрасте. Это происходит где-то в период с 14 до 17 до 18 лет в основном. Если в этот период мама не отпускает своего ребёнка, то в 40 лет сепарация ещё не произойдёт. Этот ребёнок будет невоплощённый, он не сможет себя проявлять так, как он может. Он будет постоянно держаться за маминую юбку и оглядываться на её мнение. Это привычка. Выдыхай. И насколько я понимаю, что тебе нужно оторваться всё-таки? Я вроде бы уехала от них рано. Ну, замуж вышла рано. Ты сколько раз в день не созваниваешься? Могу не созваниваться. Сколько? Какой период? Могу день-два не созваниваться. То есть через день созваниваешься? Да. Хорошо, хорошо, хорошо. Это, знаете, недавно был разговор такой за столом, и там семья, у нас друзья, и у них сын маленький. Я рассказывал про свою молодость, как в 90-е мы выживали, как нас били, как мы бегали друг от друга. И я рассказывал, как провожал девочку домой, и меня чуть не побили. И она говорит, сына, когда будешь провожать девочку, бросай её и беги. Девочек много, а ты у мамы один. Это была шутка, конечно, но в любом случае сейчас она молодая, ей кажется, что она отпустит, но это уже первый посыл к тому, что с этим очень долго ей нужно будет прорабатываться. То есть ей нужно принять это уже сейчас, что сына надо отпускать. Выдыхай. Я вот не знаю, что с тобой делать, потому что ты говорить не хочешь. Выдыхай. У меня такое ощущение, что мама мало любила папу. Ты маму обвиняешь в смерти папы или что? Нет, не обвиняю ни в коем случае. Выдыхай. Мама любила, недолюбила папу. И как это на нём отразилось? Мне кажется, что он почувствовал себя не очень нужным. Потом что произошло? Рак. Вдох глубокий сделай. Ещё вдох. Ты очень сильно это от себя прячешь, но ты обвиняешь маму в смерти отца. Я ни в коем случае не рыл их ничего, просто выдохни. Мне иногда, знаете, очень сложно простраивать вот эту нить логическую, как я подвожу. И в школе я от этого страдал, потому что через три действия я писал сразу ответ. И мне за это очень часто ставили двойки, потому что им казалось, что я списал ответ просто. И сейчас я от этого избавиться не могу. В общем, выдыхай, плачь и прощай свою маму. Вдох. Выдох. Вот так. Ещё вдох. И выдох. Женщины называют слабым полом, но это неправда. Мужчины, они намного, ну не они, мы намного слабее и примитивнее, чем женщины. Сильно слабее мы. И мы от вашего внимания и любви очень сильно зависим. Прям очень сильная и большая есть от этого зависимость. Мы очень сильно зависим от, мало того, от супруги, мы ещё сильно очень зависим от нашей мамы, мужчины. В многодетных семьях всегда есть две жертвы. Один всем должен. Очень часто это старший сын или старшая дочь. Или какая-то средняя, которая решила взять ответственность на себя, за всю семью. И такие люди где-то, ну в основном мужчины, они умирают в 45 лет от инфаркта. Там тромб сорвался, там 50. Потому что он тащит прям большой груз на себе и ответственность за всю семью. Он всех племянников замуж выдаёт, этих племянниц, племянников Жени. То есть он тащит на себе очень много ответственности и груза. И вторая жертва – это младший сын или младшая дочь, но в основном сын. Если есть выбор между дочкой и сыном, всегда сын. Это которого все любят. Который в 45 лет не нашёл себя. Он ещё думает, чем бы заняться, а старший уже от инфаркта помирает. У старшего нету вариантов, чем бы заняться, хочу или. Это в том анекдоте, помните? Могу ли я? Это вот в 45 лет человек, которого не отпустили, он так. Могу ли я, могно ли я, говно ли я? Понимаете? Это вот оттуда это всё. Вдох. Ощущения сейчас в теле свои, скажи. Легче, трясёт, что происходит? Уже легче. Было хуже. Было хуже. Мы будем вот сейчас потихоньку раскачивать. Ещё есть у кого там слёзы? Кто? ПОДПИСМЕНТО. ПОДПИСМЕНТО.